В декабре 1990 года я последний раз ездила к своей бабушке, Бородейко Марии Григорьевне. У нас тогда появился новый магнитофончик японский, и он мог записывать звук. И мой муж Влад буквально вытолкнул меня из дому, сказал, обязательно съезди к бабушке, запиши рассказ о её жизни. И вот я взяла своего сына, которому тогда было 7 лет, и мы поехали на Северный Урал, холодный, неприютный край, зимой особенно. Летом-то там хорошо. Мы поставили этот магнитофон перед бабой Марусей и сказали, давай всё рассказывай. У моего любимого писателя Виктора Астафьева есть такая книга «Последний поклон». Вот и эта поездка была последним поклоном моей любимой бабушке. Меньше чем через месяц она умерла. Ну давай, рассказывай, что вспомнишь, всё рассказывай про себя, про своих родителей. Мы про своих родителей вообще ничего не знаем. Откуда приехали там. Ой, да я родилась здесь. Про деда. Здесь? Здесь. А как же с Белоруссией говорить? В Белоруссии только Михаила провезли двух месяцев. Да? Да. А я говорю, что совсем не знаю, я родилась здесь. Да? Так сядь хочу. Да я сядь могу. Это ещё и не записывает. Записывает, всё записывает. Не говорит? Записывает, всё в мешком. А что? Родилась я здесь. Засла в посёлки. В Равруте здесь? Нет. В посёлках. За номером 53 был, за старой лялец. А почему номер? А? А почему за номером 53? Потому за номером... Название-то не было? Все посёлки были за номером. Да. А, это приисковый, что ли? Прииск? А, зачем прииск? Просто посёлки испахались, сеяли. Вот. Ну, а, так вас из Белоруссии как-то всех вывезли, что ли? Из Белоруссии они земли... А расселяли, что ли? Земли у них не было. Негде было здесь не садить, ничего. Они уехали. Так они по своей воле или их... По своей воле. Да? По своей воле. У нас дед спокойный, мамин-то отец, он приехал, вот, значит, это... Один сначала здесь в Северсце выглядел, потом, значит, начал тут строиться. Так он самый первый, что ли, сюда приехал? Самый первый дед. А почему именно сюда? По всему Уралу, что ли, проехал, посмотрел, где что? По всему Уралу, видимо, проехал, и, значит, и вот тут вот старые ляги здесь вот, интересно, ознакомили, и давай строиться тут, а потом начали, начали, начали подъезжать, тут подъезжать все, строиться, вот поселок построили. Ваши кони-то не было, по Харькову, этим копали копылом землю, чтобы посеять что-нибудь, потом уже восемьдеи насилия, но я родился. Они приехали в 1908-м, а я через 2 года родился здесь. А сколько у вас было детей в семье? Всего 6. Ну все, вот сейчас сколько живых-то? А живых только двое остались, и все. И ты, Баба Катя, и ты? Да. На войне, наверное, бегут. А Николая, Николая это, ранили брата-то. Вот Михаил Фанфонов, Алиса машину задавила. Я что-то вообще про них ничего не знаю. А Петро, как был ведь летчиком он... На войне, да? На войне, он, как, взяли его в 17-ти лет. А, в армии. И вот он, в армии уже война была. Нет, ну он так и остался, и остался. И, значит, и летчиком был. А сейчас вот, там я не знаю, где он. Вот приезжал несколько раз, семья у него была уже. И он уже был, уже потом, где летчиком был, а каким-то майором, летательным, надлетным. Ага, понятно. Уже не летал сам? Уже потом не летал сам. А все, вот летчик, летчик, летчиком был. Вот так, и остались только Кате, вот и я, и все. А я все еще живу. Вабе Кате-то сколько сейчас лет? Она моложе, ведь она? Да, 13 лет. Моложе ли я? Восемьдесят один, да. Восемьдесят один, да. Только без ножа, без ножа, совсем не могу ходить. Совсем даже. Вот так, вчера, справа, ближе, вот так, новая черепаха. А с дедом вы когда познакомились? А с дедом в 30-м году. Это он, дед, дед из Белоруссии сам тоже что-то или как? Они родители тоже из Белоруссии, но они тоже жили на поселке на 30-м году. А, то есть они, тоже вот вся компания туда переехала? Он сзади их пришел и поступил работать с десятником в лес в Ямале. А мы работали, а мы работали, значит, с братом в лесу Владимира Роза. Вот он тут. А как у вас, что за работа такая? Кто рубил эти брюки? Вы сами рубили и сами возили, что ли, продавали? Нет, возили так, возили так. А, просто вас как нанимали, да? Просто как заработок был. А у вас лошадь своя была или давали вам лошадь? На своем лошадь своя была. На свои лошадь свои лошадьи. На сдвейшую. И сколько вам платили за москорь? А я и помню уже. Не помнишь? Нет. Ну вот все говорят, что вот до революции мы у богачей люди жили. Кушать больше было, мяса много было там. До революции? Да. А в революцию мне было 8 лет. Ты не помнишь, да? 8 лет. Как у нас стреляли. Ой, пулеметы. Здесь прямо? Да там, на поселке прямо. Там стреляли? А что, какого здесь стреляли? Какого стреляли? Были белые и красные. Вот сначала белые заняли наши земли. А потом красные. А у нас вот так была гора, бор. И вот оттуда, как это, красные стали наступать. А нас в подполье насадили. И там осидели. То белые придут, то красные придут, то белые придут, то красные придут. И всем жрать подай, да? Они сами жрали. Они где что, где что всладят. Где что увидят, да? Где поросенка, где теленка, где все. Все ловили, залили. Все разорили вас, да? Залили. Один раз. Мы варили этот большущий котел, рысовой каши. И вдруг тогда стрелка с пулемета начали стрелить, стрелить, стрелить от кубуски, рысовой. Они все бросили, всю кашу отставили. Вот вы наелись потом, да? Потом нам мать туда подойдет в подполье. А мы все в подполье так и сидели, нельзя было выйти. Я помню, помню революцию. Сейчас помню. Да. А потом уже, значит, это уже раза три приходили по белой, по красные. Красные отступят, белые придут. Белые отступят, красные. А у вас жителей-то хоть не расстреливали за то, что там кормили? Но вот если бывало идет, женщина вот и пала, и идут к поводу. И встретиться нельзя было, чтобы встать и поговорить. То есть, ну, вы запрещали вообще общаться? Запрещали, таких-то там, разговоров не было. Ой, ой, что было, что было, что было. Ой, я помню, вот так один, и тут застреляли. Раз, что на сгорода хотел, я сбежать. Ага. В Пайдолина сразу свалился. Маме, куда его купил? Схоронили. А куда он свалился? Свалился с сгорода, и все раз. И бери его. С сгорода? Ага. На изгородь, понятно. А что, высокая была, я скажу? Нет, вот так вот. Нет, вот так вот. Ну, а вот после революции-то голод, наверное, был, да? После революции я не помню. Еще потом ведь коллективизация. Шибко голода, шибко голода, мы не видели. Мы сами все не видели. Да? А вот когда коллективизация-то началась в 29-м году, да? В 29-м, в 30-м коллективизации, в которых... В колхоз ведь. А у вас здесь ведь колхоза нет в вашем поселке? Нет. Так у вас, значит, и не было. Стали в колхозы загонять. Так вас тогда все-таки загоняли в колхоз, да? Загоняли. А куда этот колхоз делся? А мы, и что не пошел, и так давай... А вроде насильно всех загоняли, отбирали всех с кем. Загоняли, загоняли. В колхозы загоняли, но у нас-то согласились. У вас корова была? Корова была, лошадь была. Ну, а что, не согласились, и никто не стал их доставить? Никто не стал колхозом. Не знаю, что у нас, поселок небольшой, но всего 9 домов наша улица была. А-а-а... Значит, вы избежали? Ну, что куда, что... Старую взяли, уехал на работу. А-а-а... Не стали пахать, не стали все... Потом, у которых отбирали, как лошадь, лошадей... А как же они стали пахать, а на чё жили этих лек тогда? Работать стали... А-а, в смысле, просто вместо колхоза устроились где-то на работу, да? Работал, стали ляли работали, там лесопедий залог был... А-а-а... Старая ляли работали... А вот в лес едите, нигде сводили... Вот так и жили. А потом уже, мне уже 14 лет было, я уже лесурогово вообще углеводовозил... Конечно, нет. А как вы их на уши-то загружали? Смотрю, ж никак. С кишком, с садей, наваливали и возили. Ну, только перевозила этих лесу, так, наверное, построить можно было города. А-а, а сейчас вот и не купишь, вот мы баню хотели построить, не купишь лес? Не купишь. А-а, ничего не купишь. Сейчас у нас лес вырубили что-то. Или за границу... Везде. Мы где косили, у нас такой был березник, что просто о-о-ой, это он у нас саженный. Сейчас, говорят, всё там вырубили, ещё там где-то. А-а, куда всё... А всё, увозят, 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 куда-то. Куда повезут или нет? Машинами, машинами эти лесовозы. Ну, а за дровами-то нет проблем сейчас? Дрова-то можно... Да, так что, пока ещё... Я выписывал вот машину. Всё. Кункер. Ну, тут... Возьмите. Возьмите. Ну, вот... Возьмите. Возьмите. Ну, ты будешь угощаться-то? Возьмите. Возьмите. Ну, похоже, уж. Надо что-нибудь подделать, так же прожрать. А вон можно с пушенкой картошки почистить сейчас. Ну мы записываем все. Да пусть кончится. Мы будем тут картошку делать и пусть записывается там. Да у меня газ, если вам догадусь. Газовую кукушку? А листали на всех что ли? Это у вас в пиццерке или Саша? Сладкая дала дядя на маму. У нее сформировали топливо и поставили козелку. Из Серова что-ли привезли? Из Серова привезли. Вот Сашку с дядей поехали привезли. Она отдала. Хорошо. А где-то у тебя спички там заживляются. Считывка, а уже несколько минут. Ну ты где работаешь? Работаю. В институте. В электрофизике. В институте? С Владиком вместе. У нас зарплату добавили. У Владика 150 было клад, сейчас 250 сделали. А у меня 160 пока еще не добавили. Инженерам еще не добавляют. Нам тоже не добавили еще еще. Ну вроде говорили. У тебя 70 сейчас говорили, да? Мы говорили и ставили. В реждеведии можно было до нас. Добавили. А тебя в своя пенсия. Ох, господи. Даже и добавить до кучи жить не будете все равно. Сейчас все так дорожает, что... А все уже дорожает. Ну... Мясо у нас по 17 рублей. По 17? Все. Вот поешь. А как ты что-то Шонку привезла? Хоть бы дома оставила? Да у нас есть, это же по талонам нам дают. По гостине. Это мясо. Хорошо, да. Ну что, где когда? Курицу, где фарш? Вот я пил 4 килограмма. А. Можно? Ну, побегаешь, если по магазинам. Вот кто не работает, так все равно по магазинам побегают, так что-нибудь да купят. А кто работает? Я вот с работы убежала. Говорю, дома жрать нечего. Так отпустите меня. По магазинам побегать. Игорь, игорь, игорь. Я побегала, купила колбасы копченые 5 килограмм. Андрюш, не шурши. Все ведь записывается. Я фаршу купила 4 килограмма. У нас сейчас плохо. Я сама в магазин не хожу. Где бы кто-нибудь и что-нибудь в Китай выбрасывают. То рыбы, то чё. А сама не бываю в магазине. Кто чё купит. Ой, да. Тут вообще плохо. Но в институте там много учащихся. Там мы работаем не в институте, не где учатся, а где уже работают. Академический институт. То есть научные работы всякие делают. Владик работает в теоретической лаборатории. Он считает. Ну-ка открой ей. Позови ей. Дай, дай, дай. Дай, дай. Айда. 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 Вкусная такая, хорошая. Шерсть такая у меня. Прямо просто. Красивая собачка. Ну, небольшая ещё 4 месяца всего. Я так радуюсь. Я на воду жду. Я на воду жду. Я на воду жду. Она как только выйдет на улицу, то ли уже её старая влагалела. Аа, мёртывая выдержит. а ну вот ты рассказывать кончила про деда он десятником работал как это счетчиком что считал ну вообще кто сколько привезет нарядки не отбивали кремо было вершковали вершки ведь были а все вершков восемь вершков вершков вершок это на соль когда на метре будет наршин наршин а тут шкинули а вроде обычно свадьбы гуляют уже поздно осенью когда уже все обычно в июле то сильно коз там может ляжешь ляжешь может надято маленькая была все мама за нами приезжает на этот шкаф залезет меня говорит нету я у бабушки останусь спрячутся в шкаф все у меня залезет там у нее все время берут и у берега накрываетесь и спрячутся и говорит я не поеду домой у бабушки буду жить могу за теленком ухаживать лекарства то у тебя хватает галя привозит лекарства нет у нас приходит наш врач он выписывает мне всяких а потом пошлепит технических а мне тут горе за неделю когда себя сосет и все сама себе высадит а как она вытягивает а вы ей на морду наденьте это на морду наденьте это она сама себе будет посадки уколется и мы будем делать как вот типа пока раньше не было вот доила да ну что сейчас согнемся лучше чуть-чуть чуть-чуть и по голосу скажем на что это такое я не знаю что такое тело а молока ты никогда не ешь есть молоко она подоила я хочешь молока? хочешь? Лена, Леночка, молей я ему один шашок высасывается, баишь, а? вот хлеб есть он же не голодный мы сейчас только поели у тети Шуры нас немножко покормили да у Сашки немножко поклевали тоже Галя на работе? Галя нет, сегодня в субботу она не работает а это Оксанка в школе ну мы вечером сейчас не зайдем так посмотрим я Оксанку не видела уже год а у Генки я эти ребят не видела уже год за три наверное ну вот смотрите или Галик ааа, Аттемка? да, ну уже три года, значит все три года машину сжег как? нет скучно летом поехали значит в сад ага ну и значит это там у него навесник что другу едет машину поставит а там стали там работать и вот говорите зачем не говорите там работать он забрал там машину завел машина пошла аааа да что? вот пошла машина да в изгорода где-то вторгнулась без загорения всех провода и там у соседей девчонка убедала то есть ты бежал дыр и делал у тебя машины дыбы делал так дальше вот не дошло до бензина а не дошло до бензина и вся бы машина взгорела ну провода ну что он не тушителем что ли? нет это провода отключила все там все машина не работает а Артемку что? Артемку что? вы поройли его я вот стал ругать за кого-то говоришь ты что ты ругаешь и сделаешь и ругал вот он сделаешь и что ты ругаешь а а а ну покатался ну может потом говорит машина уже не ходила а а а ну да а ну да ну да ну да ну да ну да а ну да а вот так вот поехал поехал смирни да пугался 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 Ты все про нас-то рассказывала, про Надю, как она маленькая-то была, про меня с Витькой, помнишь, что я рассказывала? А ты маленькая была, была на оставленке, на окнах лед, ты говоришь, папа, иди, иди корову, иди, иди поесть корову. Я говорю, что ковыдача лед был в рот, леди давала, иди, поесть корову. Что у Лидана я отсюда? Да, 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 да. А Настя, Настя еще, Настя, в игру не была. Настя не могла лягнуть, Настя, а не брат. Прыгать, и прыгать, и прыгать, и прыгать. Да что, думаю, Надя, спи давай. Сидит, и опу. Опять, опять, только, только я сомневаюсь, и она опять начинает прыгать. Надя, спи. И опу. А ты больше свинчкой. Как мы браги-то напилить свинчкой? Какой браги? Свинью, что ли, колодин здесь? Вроде брагу пили, да? А брага, это что? Это как вино. Ну, значит, это, ну, выпили там сколько-то, поставили, на стол ее ставили, а сами ушли и не обрабатывать. Да, выпили. Знаешь, что стакан опалывающий? Выпили. Слили все в один стакан. Я-то немножко, только бы пробовала. А Личка как много выпил. А Личка на стенку лезет, к рукам. Я-то думал, а-а-а, а-а-а, ой, думаю, с ума сошел что ли. Это нам лет пять было или меньше? Лет пять, но вообще. Ты-то, я тебе положила, ты сразу ушел. А Личка, Личка, ой, по дуле. Вот что делаю, я думаю, то ли с ума сошел, то ли что. Вот лечится с кем подерется, с кем клещи. А стенка не как скользкая, а стенка. Называя у себя стенка. Ни сведения, ни коровы, ничего нет. Все было. Я помню в детстве, корова заболела, гвоздь что-ли проглотила. Фельдшера вызывала. Марка что-ли была тогда. Знаешь, что потом намерла? Нет. Слышала? Потому что у нее температура была. Фельдшера и температуру мере. Не фельдшера. Фельдшера. Фельдшер. Валя всегда купила килограмм шерсти. Он там належал. Взял, клал, клал. Плохая была шерсть. Останки. Он взял, свалил. Всю нагло забирать. Я ее перебила, перебила. Ой, кое-как, кое-как я разделываю ее. Да. Килограмма, полтора года вышла. Тяжелые хлопки. Ну, потому что Валя вывезла 600 грамм. Кукол был. Угу. Я два кукла еще раз взяла. Угу. Ну, сейчас всем хватит и варежки, и миски. Миски-то из этой шерсти очень теплые. Работает. Все боится, что на пенсию ее отправят. Сейчас вот, все договорят, с нового года какое-то большое покрощение пенсионеров. И всех с работой. Угу. Угу, сокращательно. Всех денег не хватает. Сколько она получает? 134, кажется, у неё. Я на 70 живу. Ну, да как ты живёшь? Да кот живёт, собака живёт. Ну, все живут. А то идут полковые пенсии. 50, а то я получила 50. Ну, 50. У Владика и бабушка 12 рублей у нее была пенсия. Потом добавили. Добавили. 12 рублей. Так это за неделю можно приставить. Можно взять. 12 рублей. Я вот сейчас мандаринов иду с работы. Куплю им мандаринов килограмм по 5-50. Вот и все, что заработала за день. Они на полчаса сожрут эти мандарины. Вдвоем как утянутся. Ну, я там в магазине сожжу, так у меня. Чего-нибудь. Стою, там даю. Это карточки. У вас карточки? Да, тоже. Карточки. Вот масло в этом месяце. Я тебе в эти консервы деньги. Бабушка, да что ты, господи. У нас денег-то много. Чего ты? Причем у вас много. У нас много денег. Тысячи. Мы же зарабатывали полтора года. Называется индивидуальная трудовая деятельность. Шире. Знаешь, какие-то деньги вы работали. Дом купили. Еще у нас много осталось. Я думаю, что все. Так что, ты чего? Сейчас живем. Только сколько зарплату получаем, сколько же еще с книжки снимаем. Каждый месяц, так что и живем хорошо. У нас денег-то не добавляется, не убавляется. Может и тебе добавят сейчас сколько? Мне тоже добавят. Вот сейчас добавили научным сотрудникам, а сейчас инженерам. Я сейчас инженером пока работаю. Инженерам скоро тоже будут добавлять, добавят. Вот просто. Еще год, два, три. В этом году все уск Claro… В этом году? В 91-м. А, в 91-м. Так этот уже «считай» прошел, я уже считаю, что прошел. Еще 15 дней. С этой стороны. Я видишь, возле микрофона сижу, так здесь… Мой-то голос хорошо слышно, а тебя не слышно совсем. нет но мне надо дальше еще хочу рассказать о тебе хорошие все рассказывали хорошее плохое не только из хорошего ой все пережито все пережито господи сколько я пережила доктора и какой никто не пережил столько сколько я пережила всего хорошего не бывало все плохое работа работа а сейчас вот хожу что на одной ноге до трех это маленькая две большие да только поработала всю жизнь работала и ничего не заработала хочу и заработал дом сами построили да ничего не заработала я и стены чесала сама вот когда поставили шрубы все дабы чесать все я чесала сама это бака оттес до вода как у брел до крови что топором вот видишь ничего никакой техники сейчас все эти пилы всякие новую вас откуда пилы топор с кривой ручкой тяпаешь и срубаешь это сколько надо поскольку сидеть а так вот как что я его лак нет как было в четыре часа стою пока до работы я поюх потом за работу а сколько приходилось всяко тогда четыре часа когда 5 и когда и 6 я вот если меньше восьми часов подплю так я и не могу потому что не работать ничего сонная сейчас и я сплю сейчас все и куда поводу не могу сходить по беден так снег таю все нибудь постирать все снег принесу ведра растаю до колонки воздал дома Дома у нас вода. У нас отопление. И отопление есть? И отопление есть, батареи. О, так у вас не надо дрова? Ничего не надо. Ни дрова, ни воду таскать. Вода, правда, плохая. Горячая вода из батареи течет. Желтая и вонючая. Стираться ладно? Да, не очень. Но я, если что, белое такое совсем стирать, так я холодную нагреваю воду. Стираю. А так-то в основном все стирать. Ну, она не очень желтая, но все равно как-то пахнет. Лейпить я платил. Ну, пить-то мы не пьем горячую. А я иногда надо что-то стирать. Я уж машину на океане стирала, наверное, уже год. Я так вот два-три соберу, когда шторку, когда тюлиду, когда скотерку, когда чего. А это подъедники. Галя увозила, постирала. Одна. Те, что за грязницу уже не накопляю, а так два-три в баню схожу, если так. Ты в баню-то ходишь? Так вот, ходить надо завтра. Надо как-то ползти. Завтра в бане. А сегодня нету в бане? Сегодня нету. Вчера воды не привез этот, водоводство в баню. Сегодня бы была. Так, водоводство привез воды. Так, у вас с продуктами так же, как и здесь? Тоже плохо, ага. Ну вот если днем, если побегать по магазинам, так еще можно что-то где-то урвать. В беде манную крупу продают, где там еще колбасу продают, где по калонам, все хорошо. Да, слатишь. Тоже плохо, не знаю, ни собаку, ни чем, корни, ни кошку. А у меня кошка что ест, что я ем. Ну так она у тебя, наверное, мышей ест? Крис ловит. Ну, вот сама на хоз расчете. Крис ловит. Это летом, так, там стайки, видимо, маленькие крещата родились. А когда штуки три за день принесет, сходит, опять, смотрю, внесет крещенка. Что, он урвать ест, что ли? Съедает, голову отъест особо не ест. А что, голова вкуснее, что ли? Видимо. Полову до половины адрес. Сейчас тут бросает. У нас подполье... То ли криса, то ли шутки знают, кто. Роет землю, завалив. А, крот, наверное. Картошку докапывает. Крот, наверное. Да. Вот поймать бы, да, кот, как бы я вот умела поймать. У меня ловушка была хорошая, сейчас портилась. А какая ловушка? А, такая, капканчик. А, капканчик. Как это, бывало, как только залезет, кто так, раз, и захлопнет. Слушай, не вырвет. Колючки. А-а-а! Ты живой. Один раз у нас еще корова была. И вот в тайке эти крысы. Ну и, значит, все, поставлю этот капкан. Поймается, поймается. Потом один раз пришла захлопнутой, а трюк рис и дед. Нога одна передняя. Хлопнутая, видимо, нога попала, а, значит, она сама отгрызла, видимо, уже ногу себе. Оторвать не оторвала, а отгрызла, видимо, отгрызала от себя, чтобы нога осталась в этом капкане. Ну и, значит, что? Ну, я все это схожу, все ловлю, каждый день поставлю. Опять поймается, опять поймается, а потом попало это без ноги. С трех ногам. Без ноги, да. Ага, я все смотрела, как поймается, смотрю. Только не за ногу хватает все время, да? А? А что, она вторую ногу себе не стала отгрызать? Так одна попала, видимо. Ну, вот, которая с тремя ногами-то, она ногой другой, что ли, попала? Она попала башкой уже. А, башкой. Она, которую попала пересекет, которую вот этот три шпаха прихватит. Вот он капкан. Так вот сейчас. А, так я видела, она все сидит себе, я знаю, как она. Не работает. А я не видела. Вот такая штука, куда крысы голову сунут, там, дюх, нахлопнутся. Там, что-нибудь положишь, что-нибудь основывали. Основывали, что-нибудь. Это пойдет, станет, есть этот язычок, пошевелит. Тут, раз, и закроется. В Москве сейчас, говорит, много крыс развелось. Да. Два миллиона крыс в Москве сейчас. Так а что они травят? Считали. Травят, так вот, говорит, все, что из-за рубежа получаем, вот эту помощь, всякие продукты, все. Ой, 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 так это что, заброшено, откуда что делись? Нет, вот метро они там развелись. Там их друг друга едят, вот поезд пройдет, там крысы передавят, они сожрут этих, которые подавленные. О, вот страх. Ну, вот говорят, люди боятся, в этом метро уже ездят. Ой, страх. Тут одна увидишь, да кто-то. Ну, тут я вообще больничный. Ну, мой Бог. Радио у нас перестало говорить. Укусить можно. Включай, хоть включай, хоть не включай. Не говори. Не говори. Приемник сломался. На линию еще там. На линию. И ни у кого не говори. Ты включаешь, у тебя телевизор под ней работает, да? Телевизор работает. Ну, под телевизор, это хорошо. Вот этой банкой тушенкой, вышибешь. Перебежь молочко еще. Ну, как же. Хлебушка, может, ты хочешь колбаску или кексик? Будет колбаска, я подержу. Ну, вон, здесь у нас есть черная. Так, ну, как? Сколько у тебя пятерок? За четверт? Ага. За четверт? Да. Две. Две. Ага. По математике, по чтению, в четверке. А колок? А остальные четвертки? Кол есть. Нету. А двойка? Ну, нету. Это хорошо. Это было на... Сейчас, как я не получил. Все, как мы тут жили. Ага. И вот и Вестинка находила в школу. И бежит домой. Мамочка, мамочка, я кол с картошкой получила. Ха-ха-ха. Мамочка, кол с картошкой. Ой, кол с картошкой. Ха-ха-ха. Плохо училась. Так, да. Мамочка, кол с картошкой получила. У нас меня хорошо все учились. Мне сказали, что в школу меня сроду не вызывали. Все хорошо учились. Ну, Оган, в техникум, в техникум, что ли, кончили? Только Генка кончил, да. А Сашка не стал техникум учиться. Он поступил... Вот тетя Оля, она где училась? Генка училась в техникуме. В Алю в техникуме. В Краснотуринске ведь мама училась. В Краснотуринске, да? Да, в Краснотуринске. Да, в Краснотуринске. И тетя Оля тоже там училась? А у Юрия в техникум я учился. А где он? Здесь кончил, да. И киномехаником пошел. Но у него уже какое-то есть образование? Он сейчас каким-то начальником работает? Да сейчас он уже заочно кончил. А, он заочно кончил. Техник тоже. А Рая училась в этих, на холодильной установке где-то за Свердловским, этот как его, Красноуральский, Красноуральский. Первоуральский? Североуральский. Североуральский? Нет, не Североуральский. Вот в Свердловск проезжаешь, так. Вот память ух. Так она как, это техникум, советская торговка, что ли? Ну, как там было, училище было. Торговое, кульдарное, да? Торговое училище. Она училась на этой, на холодильной установке. Ну и что? Не доучилась, что ли? Нет, кончила. Кончила? Кончила. А что она сейчас не работает? Вроде хочет. Сейчас пошла на торговлю. Как это? Она вон снабжает. Я смотрю, Сашка двух баранов у ней купил по госцене. Ну, двух? Ну. Говорил, одного. Ну, сначала одного, потом еще одного. Да. Два барана у них сейчас на этом балконе. Он говорил, барашка купил, говорю, так маленький, 10 килограмм всего. Ну, вот этот тот может 10, а второго он принес, 17 килограмм. У-у-у. Это значит... Ну, она их снабжат. Это значит... Я говорю, хорошо устроились-то. Тетка Рая. 27 килограмм, значит. 27 килограмм. То у тебя все мясо брали, то у тетки Рая. Тебе это хоть тетки Рая не приносит или ничего? Как ровно что-то сделалось, не знаю, что-то... Может, тебе понравилось молочко? А вот, понравилось, видимо, я не знаю, что-то надо будет делать, чтобы она не могла достать свой сосок. Морду, гвозди. Морду, гвозди. Гвозди. Я уже солидолом намазал этот сосок, поэтому он со солидол не возьмет. А потом а как? Потом вымою, а если мою, иду с горячей водой, промою. Ну, солидол-то, значит, нефть, да как солидол, он ее ударит тогда. Ну, вот она не будет, а этот сосок, который она сосет, и нас солидол в домах. Ну, это да, да. Молоденькая, первышка, знаешь, доила на больше литра на день. Вот, со вторника вот так. Не знаю, пошла, считаю, утром пошла доить, мало надоила. Что такое, я думаю, да, селисотку не надоила. Вечером пошла хоть бы крошка. И сколько нет. Ну, я теперь смотрю уже, за каждый день пошла. Как один сосок выяснил, другой я. У тебя, значит, к войне уже четверо детей было? Четверо. И деда забрали, его когда забрали? В 41-м. В 41-м сразу же? А он вроде в штрафном какой-то был, да? Он сидел, он сидел, это до этого, он... А за что его посадили? Ну, хулиганку. Ну, как его хулиганку. Нашумел. И вот тогда сразу подали, в суд ему год дали. А, это он кого-то дураком, что ли, обозвал? Да. С кулаком налез, он хоть не ударил, а рабочий. И сколько ему дали? Год. Год. Он что, в лагере что-ли был где-то? А где-то артельного отбывал. Какой-то лагерь вот такой. Ну, и что, его потом в штрафбат налезал? Ну, теперь, значит, я его, когда он уже отсидел, он в 40-м посажен был. А в 41-м как пришел, и то точно чего, он дома идет. А как ты одна тут справлялась? Ну, как, как приходилось, так и справлялась. А кто? Четверо были. Четверо. Правей было еще немного, да, из 39-го. А, малышка совсем была. Бывало, ясли, ясу ее. А, ну, ясли были, да? Ясли были, и садик на журавлике. Она не хочет, орет. Ой, как только у ясли захожу, так она кричит, орет не хочет, писали, у ясли. Потом оставлю, послушаю, послушаю, взмолкнет там, когда я удух. А что собачка-то не видит, что ли, отступает? Что у нее глаза какие-то белые. А где еще время? Или просто уже старенькая. Все время старая уж. Маленькая, хорошенькая. Ну, какой-то улыбочный. Она спеет, улыбается. Улыбается, хорошая собачка. Какая-то хорошая. Умирать вместе надо. Обе и собачки. А я, значит, ее летом, она линяла. Она как линяет, у нее шерсть лезет просто так вот, вытягается, вся. Пуха лезет. Не пуха, а вся шерсть. Вся. А я, значит, я ее, значит, вытягаю. И, значит, грамм 300 напрямая. Такая мягкая. Значит, это вообще теплый получается. А я помню, вот у нас Мухтарк это был тоже все линял. Аж клочки, пуха. У этого пуха была, а это вся лезет. А это шерсть, да? Вся. Шерсть лезет. Значит, этот дом вы построили уже где-то в 60-м году, да? В 60-м. А там во время войны ты какой-то бревен строил? Так я строила. Мы тут сломали конюшку и сделали всего. А сначала-то как ты... Ты говорила, что не хватало тебе несколько бревен, да? Да, это мы с этой... Здесь-то гнилой был, конюшню я купил. Драга шла, значит, конюшня там была. Это стайка. Ну, я эту стайку купила. Как на дрова, да? Никак не на дрова, а на дом. А потом они же, я бревна гнилые, их не положишь. Ну, вот мы поехали сотни лет срубить. Не уписывала, ничего. Поедем, сосну срубим. Говорит, еще было 11 лет. Сосну срубим, навалим на передки. Привезу. И вот уже я навозила. Надо было три ряда, значит, 6-12 бревен надо было. А бревна-то какие длинные? Длинные, как да, там. Так это метров сколько? Метров 10? 6 был. А, 6 метров, да? 6 метров. Вот этот дом у вас 6 на 6? Этот 7 или 8? 8 на 7. 8 на 7, а тот был 6 на 6. А тот 6 на 6 был. Ну, и значит, что? Последнее-то бревно уже рублю. Я думаю, они выписывали, если еще. Идет лестник. Подходит. А мы это, летом жарко, мы поехали на лошаде. Я Ольгу заставляю, держи лошадь. Она бьется, коват. Догами бьет все. Она держала, держала лошадь, как шагнула ей на дугу под ковой. Ой, ой, ой. Она согнулась, села. Ну, Ольгу успокоила. Она уже вязала и платок сняла. Она копытом прямо под ногу ей. Подходит лестник. Ну, что, лес рубим? Я говорю, рубим. А выписаны? Я говорю, нет. Не выписаны. Да вот, говорю, зачем я дом строить? Это вот надо низ подводить. А бремен-то нету. Надо. Так вот. Ну, что, акса ставим? За самовольную порубку. Так я вот, хозяин, говорю, вы поставите. Я говорю, так. Да не деваешься, говорю. Вот, говорю. Вот, шестиднадцатый обрывно. По водине, говорю. Он стоял, 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 стоял. Думал, думал. А что, говорю я? Под низ свеча надо, говорю. Три ряда подрубать. Под дом. Все равно надо мне, говорит. Давай, собирай еще сучья, клади на пеньки и обжигай. Чтоб каждый пенек, чтоб не было свежего пенька, чтоб свежих пеньков не было. А то, дескать, пойдут, кто-нибудь так. Ладно уж. Не буду так составлять, дескать, вези. Только обожди все пеньки. Мой Господи, еще Бог есть. И составил акт. Ушел. Еще привезли эти бревна. Рубить надо. Ведь сама-то я не умею рубить угол. Налила Мартянов, дедушка был. Срубить три ряда лизу. Это значит, стереть потолок и пол. А чем ты расплачивалась? Отдала ему, значит, эту, месячную карточку. Туда ведь карточки давали хлебные. Теперь, значит, 50 литров молока у меня корова как была, чтобы выплатить. Теперь отрез, дыл материалы на костюм и теленка. Теленка? Целая теленка? Да. Да, целого. Это вот три ряда только обрубить? Да. Сейчас за теленкой можно целый дом накупить. Фу, теленок только корова телевши была. А, маленький. Ну что, летом весной телевши, небольшой теленок. Ну и значит, что? Договорились еще, чтобы он потолок дослал и пол, значит, когда сел и в стены. И значит, это. Срубил он, правда, мне. А доски-то были? А? А доски-то были? А доски в конюшне перевезла. Так, а что, в конюшне хорошие доски, что ли? Нет, это я потом выписала. Чешу, на потолок, на пол. На лесопилки выписала, привезла. Теперь, значит, кто-то, что три ряда слюбил, потом собрались тут свои, да кто-то еще. Стены скатали, сложили. Крышу надо закрывать сама. Встану утром, пока до работы все, на крышу, на крышу, на крышу. Закрыла крышу. Котолок расстилать Мартянову надо. А Юру оставлю, а Юра еще еще был 8 лет. Оставлю, так он заставляет Юру, чтобы это, строгал доски. Приду домой с собой. Юрий ревет, мам, он меня за уши дерет, он меня за уши дерет. Он меня заставляет, вот, что делать, а я не умею. Ладно, я у Реверинка не плачь, не плачь. Как Андрюшка сбылась. Давай сама. Положу доска к доске. Кого там Мартянова ждать тут? Вот, вот так-то ведь я не умею подчерчивать, так я доска к доске положу, возьму ножовку и ножовкой скрозь пропилю и подгоню просто. Вот, вот. Застелилась сама потолок. Вот, полностью. Застелилась. Все. Этот Мартянов у меня все сожрал. Он придет, доску положит, лежит. А почему он не в армии был? Кого старик? А, старик. Дедушка был. Так, только задарма только получился. Да, внутри ряда, правда, срубила. Старичок был. Да, ладно. Теперь, значит, печь надо, класс. Да, ладно, спасибо коммунальное дело, что меня копейки не взяли, сложили мне печь. Привезли Кирклача и сложили печь. Сложили печь. Надо двери на окна еще. Без окон, без дверей не зайдешь. Теперь, значит, у Широкова тут на отвале был двухэтажный дом. Драка как прошла, и их дом озарили. Подмыли. Подмыли, и я вот совсем снесли. И я вот с верхнего этажа купила сколько-то, три. Вода, 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 вода. На окнах. На окнах. Окна надо поставить, некому. Тут жили Тилнова. Ты их и помнишь еще. А кто у них там? Я по детям помню. Девчонки были, позднички были. И они сейчас у них давно уже нету их. Уже и дома их там нет. Я вот в Лаврентьевых помню. Лавреновых помню. Лавреновых помню? Лавреновых. Лавреновых сейчас живут тут. Галька-то здесь, в лесу. В лесу живет, замужем. Ну и, значит, попросил это Мартянова, не Мартянова, а Тимунова. Он не поставил три окна, а на кухню-то не поставил. Запечатывали. Вот зиму переживать надо. Сошли в свой дом. А почему на кухню не поставил? Не хватило окон? Не хватило, или черт себе, да, что-то до кухни не стал ставить. Три кочаков не было, там не ставили. Чуть кочейки платили. Ну и теперь, значит, сошли. А электричества-то не было? Провели электричество, провели. Войну уже было, да? Войну позднее, ну это в 43-м году я строила. Ну и теперь, значит, вот приходят ко мне мои соседки на новоселье ко мне. Ой, сейчас помню. У меня что, печь, не лестница, ничего, в стенках пола нет. Так доска положена, по доске по этой ходили. И вот пришли, значит, а наши золотоскупки ведь это спирт продавали. На старане там. Вот они по чакушке спирту там выкупили. Ну там скупки пришли. Я в ВВМ и говорят, на новосельник к тебе пришли. Я говорю, так у меня ничего нету. Закусить даже нечем. Была мелкая, вот такая картошечка. Этой картошки сварила. Давай впервые. Ну это летом? В летом. Осенью. А что картошка мелкая? Просто не родилась? А то, что не садили, где садить-то было? Огорода-то не было. Не было еще огорода. Я только усадьбу взяла еще и не садила. А что, здесь лес что-ли был на месте? А? На месте огорода лес был, да? Не лес, а так площадь была больница. Все или я беру, да что? Ааа. Тут это спрахали. Некогда было здесь огородом, да? Кого некогда было еще? Я взяла уже летом так. Угу. 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 А что ж вы ели-то? А? А? Что ж вы ели, картошки раз не было. Хоть что ели? Где-нибудь вот метра два, если есть в мануфактуре какой, в елкино поеду, променяю, метр ведро, выменяю картошки, съедят, а что хлеба 300 грамм давали? Ну, зарплаты-то вам сколько платить? 500? 500 рублей. Многих это не эти, не наши рубли. Какие деньги тогда были? Потом до реформы. А что на 500 рублей можно купить? До реформы было. А что можно было купить? Нашу зарплату. Ну, козу можно купить на зарплату. Нет. Или стакан соли был 60 рублей. Соли не хватало. Соли давали мало. Ужас. Соли не хватало. Соли давали мало. А вот что-нибудь варишь. Какую траули, крапиву, еще. Суп какой-то варишь, надо посолить. Если на базаре кто продает соль, то 60 рублей стакан. Вот. Поешь. Поешь. Ааааа. Пошел на 200 грамм 2 копейки. Хлеб был сливок 20 кг. А хлеба давали только по 300 грамм у человека. Это руб 20 300 грамм или просто давали? Нет, вот такие длины килограмм, за что рубль 20 кг. А, надо было еще платить, а больше не давали, да? Не давали. Ну, вот вы голодали или нет? Ну, коровы держали, спасала корову. Да, коровы. Ребята, молоко, молоко. Малоги, наверное, да? Малоги с коровы брали? Малоги не брали? Малог, салат, брали. Не брали? Брали, брали, значит, 4 килограмма масла надо было дать. Ага. Да, 50 литров молока сдать. Вот, только коровы держали, и все, коровы жили. Говорила Ольга, сказали, ой, мам, был бы хлеб, да взял бы кусок, да пошел бы в школу. А червячок у нас был, он старая не работала, и хлеба полно было. Приехали, получилось плохо. У меня, Ольга, все было отлично, отлично, отлично училась. Ольга плохо училась. А когда несет хлеб, кусок, погрязет, посидет, а по коридору бросит, надо, там, а так бы подобрала, сделала. Стыдно, я говорю, ладно, летечка, не подбирай, не надо, проживем. А потом уже, Ольга уже стала учиться. Потом у нас тут был магазин, рядом мы жили еще. Они на ИС ходили, да? Нет, тут Арка работала, Ивагина. А, где школа была, да? Школа здесь была. Вот эта Арка придет, скажет, отдай мне Лелю, Леле звали. Отдай мне Лелю талоны наклеить вечером. Я просто послухаю, сделаю, что наклеить. Только говорю, смотри, чтоб ни один талончик не потеряла. Что, сколько тетя Аля даст тебе, то, чтобы все, 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 хорошенько, как она тебе покажет, так все клеит. Вот она пойдет, клеит, 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 там эти талончики все. Куда это наклеилось? А? Куда наклеилось? На бумагу, на лист. Карточки были, да? Карточки, талончики вырезались, карточки, значит. Каждый день талончик вырезали. Вот она эти талончики клеила, Аля ей булку хлеба даст. А, это она в магазине работала? Аля в магазине. А, ей талончики вот люди приносят, и она потом отчитывалась, да? Ну, люди приносят, она обрезает, их надо ведь наклеить, столько, столько за день, что-то не знает, сколько там, тысячи. И булку хлеба клеивает. Она ей даст булку хлеба, ох, она вас прибежит, родешенька, ой, мама, хлеба принесла. Да, вот сейчас ребятам так рассказать, как жили раньше хлебом, порадовались. А сейчас, не знаю, с чем их кормить, это не хочу, то не хочу, суп не хочу. Это вот такой бы хлеб, один раз помню, в садике дали белого хлеба по кусочку, подавали, знаешь, вот так вот булка, вот так вот, значит, вот, ну, пластик вот так отрежу, потом, значит, вот, вот еще, вот, сначала на пластике, вот такая часточка, вот такая часточка. И вот она один раз пришла, и в садике говорит, мама, я тебе белого хлеба принесла. Я говорю, где она у тебя? Она смотрю, штанишек вынимает, кусочек вот такой вот, ну, вот такой вот. Ой, что-то мне так обидно стало, я говорю, лёня, райшка, я не хочу, говорю. Я говорю, это, я ищу, я наялся, говорю, ешь сама, смотри, нафиг, я забыкнуто съела. Я тебе, говорю, белого хлеба принесла. Говорю, где ты сейчас, ну, я в садике не съела, здесь не ела, тебе половина. Ну, ладно, ладно. А у меня сейчас, Ольга, приходит из садика и голодная. Что? Только поедят, а что-то им мало, что ли, дают, недосат и кормят. Она придёт домой, я, если билишей нажарю, так она этих билишей наестся. Да, она, может, в садике не любит что-то есть, а только... А может, там не любит что-то есть. Ну, там что-то всё дают невкусное, не вкусное, не солёное, без мяса. Да пусть берёт от нас свой свищу в садике. В садике ты собираешься. Там вот берут, я уж ей даю, она каждое утро как идёт. Мама, давай конфетку, давай орешки, я ей наложу полный карман. Ну, чё ты, Андрюшка, поел бы, чё сделать тебе поесть? А вот сейчас... Ты порвёшь, порвёшь. О, Андрюша, не надо. Сейчас я картошки-то почищу с тушёнкой, мы сейчас супчик сварим. Давайте. Ну, сейчас, ты хочешь есть? Да я не хочу, я не знаю, вас только хоть. Нет, вот давай, поговори ещё. Чё вспомнишь, может, интересно же. Ой, да. Как раньше-то жили. Как жили. Бывало, как лето, я на покос, на казённый. А, с работы снимали, что ли, всех? Зачем? Меня с работы переводили. Ну, переводили. Как я, это, скажем, дому управляющий считалось. А потом, значит, уже, как пригодился, на косо. Вот, подкопнул, ездила. Надо, это, 16 километров. Оставлю. Каждый день, что ли? Да, каждый день. Каждый день, 16 километров. Так это, когда, не каждый день, когда ночуешь там, когда, когда рабочих, там, бригад-то сколько было? Кассини ведь. Вот, это пять кварталов. Попробуй, каждый квартал два километра. Это надо обойти всех. Надо всех накормить. Вот, ты сама не косила просто? Я не косила. Бригадиром была. Так, бригадиром продукты заготовляла, возила. Один раз хлеб выкупила, 100 килограмм. Восемь. А, дождь был, дождь, 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 это выезд, это поднялась большущая река. И вот я переезжать достал, и у меня лошадь спала в воде. И потащила боком. А я плаваю, как топор. Я, это, лошадь, лошадь потащит по этой поводе, телега катится, а через телегу вода, хлеб весь вымок. Значит, а я, это, буль-буль-буль, да, за колеса, за колеса, чтобы от колес не отстать. Значит, я так тонул. Ну, потом, так вот, метров, наверное, 200 тащила. А потом, значит, поворот реки. И вот к берегу, к берегу-то тащила меня лошадь-то. Я лошадь-то вылила из этого. Это, ну, что скачила, значит, лошадь запрямь, как дёрнул, не наступали, он ничего, все сдёрнул, вот сила была. Лошадь подняла, и она уже наслепалась воды. Вот, если ей вода, 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 я ее на берег вылил, она качается, вот так вот, если ей вода. Слышит, 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 слышит. Ну, все, а телегу достать не могу. Где же телегу на берег вытащу я? Слышала, хлеб выбросила этот, готовки на берег, привязала лошадь к кусту и сама пошла туда, к рабочим. А еще километра два надо было. Рабочих. Пришла, тут рабочие пришли, телегу вытащили, другую лошадь привели, это уж так повели. Уже приглашали, чем кормить, 500 грамм давали, был рабочих. Акса ставились, обратно поезжать. Поехала я с актом. Слепотик полезла обратно. Не стали есть мокрые, не стали рабочие мокрые. Так что они, 500 грамм, они нарасываются, нараску глотят, и все мокрые. Так что, 500 грамм да еще. И стали есть. Акса ставились, если бы приезжаю обратно в торговую. Ну, приехала я, схожу к начальнику торгового дела, даю акт. Он посмотрел, сперва посчитал, посмотрел. Потом и говорит. А вы знаете, что сейчас норма? Слепо. Я говорю, а вы знаете, что у меня сейчас вели детей? Это государственная лошадь? Если бы я утонула, и значит, и лошадь утопила, и хлеб бы тут был. Как бы вы списывали? Вот это, наверное. Вот и скажите, спасибо, что лошадь вытащила. Вы, говорю, это знаете или нет? Вот говорю, если вы детей забрали, меня надо было искать в воде. И лошадь, и коллега, да хлеб. Вот уж и сидел, сидел, думал, думал. Потом и говорят. Плати 120 рублей. За хлеб подать? Ну, и писать, писать. Снова хлеб. 100 килограмм. Я 120 все отдала. Вот. Говорит, откуда? Я говорю, откуда хочешь? Господи, думаю. Есть Бог. На свете, да? Есть Бог на свете. Я, это уже, а уже вечер. Ну, что я, пока туда ехал обратно, туда-туда, пока в торговом уже вечер, заехать нельзя. С хлебом-то туда. Больше вода такая, куда я ночью поеду. Я домой приехала, этот хлеб привезла, до печи стопила, до 10 сухарей, до 100 килограмм целось. Все высушила. Всю зиму, да? Ага. Кого нам всю зиму сожрали быстро? Ну, 100 килограмм? Высушила, высушила я этих 100 килограмм сухарей. А у нас Настя жила, я там взял, я же, она, ты сестра. А, наверное. она, давай раздавать эти сухари. Да, чтобы я с Соникой была, чего угощать. Я, когда раз приезжаю, я смотрю на ферзик, наклала сухарей. Я такое зло взял, я говорю, за этот хлеб, говорю, жизнь не кончала, а ты, говорю, еще раздаешь. Запретила ей давать этот хлеб. Ну, ребята. Ну, ребята, поддерживались, что сварят, этих сухарей докладут, и хлеб. Что, ты родешь, иди были хлебу этому. Вот, 100 килограмм меня поддержали, но я сама не утонул, и лошадь не утопила. Ну, 120 рублей, чего ты с ними думаешь, стакан соли, 60 рублей, два стакана соли. 100 килограмм хлеба мне пришлось. Наверное, куда хочешь туда едевай. Я думаю, господи, бог есть. 100 килограмм хоть сверху, то он вымок, а снизу тут все. Давно развязаешь, да ты все, все легкие, не совсем промок. А я двоим, вот резать, резать, резать за ночь. Утром, как только утром, и поехала туда к рабочим, привезла хлеба им. Ой, ой, что было. Вот так и жили. Сами себя содержали, считай, да еще и на государство работали. Работали, да еще не по 12 часов работали, не в 8 сейчас, а по 12 работали. Кого там 8 часов работать? Не разрешали, если не работать вообще, если, то не ядство, считалось. Не работать? И карточек не давали, ни хлеба, ничего. Можно было, например, выращивать скотину, продавать мясо, а чем кормить? Чем кормить-то? Нет, ну, вырастить 10 коров сразу. Ага, до 5 коров надо поесть чем-то? Ну, потом наменять, на чем-то. Ага, все равно надо, я, на одну корову накосить, так, попробуй. Надо накосить, надо навозить, о чем-то? 10 коров. Ну, нельзя это было делать. Трого было. Тех, кто чего украдет, судили, сразу, эти. Всклядывайся, нашла, и, с совхоза, на совхозе робила, и картошки кормам наклала, совхозной, ее поймали, шесть месяцев украдутся, вот, карман картошки. Ой, я, 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 ходили, вот, на поля пойдем, вот, где там, это ячмень был, в совхозе, а это, не убрали, колосье, это, она отпадывала, а ячмень-то колосом, как мы ходили, собирали весной, еще, пока не спахано, пойдем, эту колосину собираем, столкем, кашу делаем. Крапиву варили, суп с крапивой, щи, щи. Ну, а что, крапива, она вкусная? Хорошая, вкусная, а еще молоко, молоко было, сметану положил, и куда тебе жарут, так только, свести. Я тоже как-то делаю, мне понравилось, так все вкусно, не хуже. Крапиву вкусно варить, ее изрубишь, потом кипятком заваришь, отмоешь, холодильный водой отмоешь, и спускаешь варить. Нет, я просто кидала. Сразу? Ну. Нет, я заваривала. А зачем ты заваришь? А зелень-то это будет. Ну, и что, сметану что-то варить. Нет, я бывала кипятком, оборью, а потом, значит, на это, на сито, отценишь, там, колониоды прополошешь, и спускаешь варить вкуснее. Вот будешь варить, так вот так попробуй. Вот как голодная весна, в 91-м году все говорят, что весна будет самая голодная, вот в марте, в апреле, ничего вообще не будет, сейчас тут еще вас пока кормят, потом все, кажется, жрут, и все. Но у нас хоть мы... Столько урожая было. А урожай-то не виданный был. Не виданный, но по телевидению смотрели, что уже сдали государству, еще не знали, куда все элеваторы забиты были. Ну, продали бы людям, люди бы сохранили у себя. Вот нам бы продали, например, муки. Я бы мешок взяла муки. А муки нет нигде в магазине. А вот, нас за этот месяц не давали, два месяца уже муки не давали, поэтому как? Я бы мешок муки купила, я бы хоть в блины стряпала, там, эти всякие чебуреки, тесто сделать, само пельмени, а то тесто не всегда купишь. Не всегда оно бывает в Кулинаре. У нас, по-моему, бывает тесто. Я не знаю, я не бываю нигде в магазинах. Ну, вот я тоже, я на работу, а с работы бежишь, уже ничего нет. Это надо с утра все. Я вот иногда говорю, говорю, я, ну, на работе скажу, что опоздаю, за молоком специально сходить с утра. Молока накуплю, еле-еле до дома. Иду нам, иду, сметану, и всего, слива. А в близком магазине от дома нет. О, в магазин, в близком, да какая киска у нас красивая, это что это, да киска такая, ну, какая же красавица, я тоже хочу такую киску. Ну, какая же красавица. А у нас какой-то кот дохлый, прямо обрезан какой-то. Белого взяли кота, он пушистый, а Ольга взяла, да постригла его, и он весь сейчас курочками, белый, да как подполово пустим, он весь измашется там, как поросенок. У меня мужка хорошая. А вот муж, это какая красавица, да глазки у нее какие красивые, да шерстка какая, она чистенькая какая. Спит она со мной, нигде не вяжет, нигде. Красавица. Обязательно ко мне. Вот котеночка бы взять от нее. Я вот грешке отдала, дайте котенка, большой уже, такой же. Вот нам бы котенка хорошего. Вот он у нас какой-то кот, так вот нам соседи дали котенка, так он что-то и дрищет все время, и какой-то... Ну, я вот чуть-чуть, не дала ни разу, чтобы я убирала отец ее. Мы его все в унитаз хотим приучить. Сейчас пока он в унитазу уже газетку постелим, он на газетку прямой кушает. Так мы хотим постепенно эту газетку в унитазу будем класть, чтобы он... А я на улицу просится. А на улицу, у нас собака там на улице опять. Кисонька, мурочка. Она с собакой вещи ходит. Ну, собака-то ее не обижает ваша, а вот у нас-то собака так сразу вот напрыгивает и сразу вот не дает. Вот какая хорошая. Кисонька, мурочка. Красавица. Да, может. Очень красивая. Гришка взяла только черный пес, а красивая кошка тоже. Нет, мне песку не охота, мне вот такую вот хочется, чтобы... А я дольше выбросила троих черных. Да, вот такие, да? Угу. Вот такого, котеночка. Черненькая. У нас был черный котенок, когда-то сгинул, то ли под машину попал, пошел куда-то. Красавица, красавица. Глаза красивые какие. Вот крыша-ка едет. Молодец. Красавица. Смотрю, я встала, а вон там собаки их поставили под кровать, а тут и дырка. И вот крышу, видимо, узнали там корт. И я сюда туда. Она смотрю, слышу, застукала? Поймала, несет. Крысы? Крысов. Принесла. Молодец. Они же большие крысы-то, они почти шесть-то. Большие. Огромные. Теперь, значит, она уж возьмет, так пока не задавит, и она не отпустит. Ммм, какая хорошая крыша. Ну и теперь, значит, положила эту крышу, и ожидала. Мг. Смотрю, слышу опять застукал. Смотрю, вторую десятку. Молодец. Молодец. Показывает мне, крысу поймал. Молодец. Показывает мне. Молодец. Молодец. Пармоша, мурлыка. 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 Мурочка. У нас на птичьем рынке тоже всякие кошки продаются. За 800 рублей хотя бы продаются. Паронис таких таких. Да. Ага, пушистых, всяких там, сиамских, сибирских. А вот, вот так трое и живем. Мурка, айденбаба. Мурочка. Красавица. Красавица. Мурочка. Любит полоскаться. Любит. Приятно даже погладить, когда кошка чесает. Красавица ходит к нам в этой капках старушками. Она ей, как она только придет, она обязательно к ней на руки. Она ей гладит, гладит. Как только она приходит, где бы она ни лежала, смотрю, подходит к ней. И вон, смотрите, как драгоценный, прямо как собот. Ага. Недаром вот некоторые из кошек делают шубу, как соболи продают. Вот и с такой шубой сделать. И с такой вот сделать шубу, да ты, как бы уж как в соболи ходить. Дешево задействуй, да? Окульные шубы, дорогие. Да? Ой, шеф пошел. Да. Ну-ка. Смотрите. Где он? Ага. Падает. Недаром. Что, окульки? Этого кормить Гришку? Окульные шубы. А ты получаешь чайку. Чай? Ай, дедушка. Ага, дедушка. Я не хочу тебя и дедушка. А, думаешь, что ты ему вот это собачки курить? Ну, а что чай курит? Вон, это, в поезде мы ехали, прямо по всему поезду объявляют, что товарищи пассажиры чай будет без сахара, потому что сахара нет на базе. Сахара нет. Ага, вот дают чай без сахара. Я говорю, так скоро будут вообще и без чая давать один кипяток. Скажут, вот кипяток вам. Кипяточек, кипяточек, господа, кипяточек, кипяточек, господа. Ахара, а вот давали за ноябрь по полтора килограмма, за декабрь по два. А у меня Владик в ноябре выкупил и за ноябрь и за декабрь сразу дали по полтора выкупил. Вот так он сейчас расстраивается, что по полтора выкупил. Нет, так у него там другой штанов и две кофты. Не застынет. У меня две кофты бывают штанов. Самый белый. А окна застывшиеся сейчас? У тебя здесь не жарко. А? У тебя здесь не жарко дома-то. Вообще холодно. Я бываю. Мало, да? Вдолго топли? Я не знаю, еще не вдолго топлило его все равно. Ну, дом большой, видишь. Дом большой, а печь отдалок. Да народу мало. Если народу много так надышит, то не тепло. Кто дышит, кто пернет. Все тепло, да? Правда, Андрей? А правда ведь? Все равно воздуху нет тепла. А я на печке бьюсь. Там тебе тараканы не довели. Попец. Я втел так. Я скажу, мне еще хватит, находился. Хлопну его. Хлопну его. Ой, говорит, баба, Таэтан, Таэтан, а то ты, маленькая была, а что залейте с этим свечкой на печку? Ты кричишь, баба, Таэтан, Таэтан, Таэтан. А Витька, Ты не боялась тараканов. А это? Таэтан, таэтан, говорит. Не знаю. Ты что, говорит? Дед-то лежит на кровати. Ты придешь. А что, барлачиха, скажешь? Она. Быто, быстро, быстро, быстро. Ладно, ладно, грузди, ты видишь. Пойду в магазин, так сейчас ей будет. Деда, счастье, счастье, иди, Зим, купи сетку. Хороший, деда, хороший. Сразу говорит, деда, так я. Ты видишь, пойду в магазин, так узнаешь, что тебе будет. Хорошо. Счастье, деда, счастье. Иди, Зим, купи сетку. Сетку, сетку, рыбологи. Конфетку, значит. Ну, значит, иди в магазин, купи конфетку, значит. Купи сетку, сетку купи, чтобы... И сразу, как-то, 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 но... Дескать это. Че, говорит, барлачиха пришла? Че скажешь? Беда, 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 беда. Беда, беда, беда. Беда, это борода. Ладно, вернадься. А дед никогда с бородой не ходил? Нет. Брил все время? Брил. Брил все время, я помню. Я брил его. Брил и стригло. Я все время брил. И зубы сама выдирала, да, ему? Ну, все, дело. С когубцами. Беда. Все, дело. Беда. Иди, иди, иди. Ссясь, иди, иди, дед, купи сетку. Иди сетку, чтобы... А, святка пойдет, пока сет купит комфет. Купи сетку, чтобы купить комфет. Ты уже говорила, купи, уже говорила, только не выговаривал комфета. Иди, дед, купи сетку. Я не любила, когда скажет, как такое скажет, ну чё обыдло тихо пришло, чё скажешь, что он лежит, а ты придешь, стоишь к моему, он и спрашивает, беда, 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 беда. Не знаю, почему у нас не нагреваться, я думаю, знаешь, от чего, вот это у меня у вьюшки пропускает видимо тепло. То ли вьюшка уже разносилась, вот закрою жар, думаю, просто можно угореть, тут же выгорит, угля нет. А её никак нельзя вытащить? Посмотри. Надо разбирать там сзади, нет. Здесь надо разбирать там сзади. Угу. Задать ту вьюшку уже плохая. Сколько? Шестьдесят, тридцать лет. А вот у нас дом стоит уже. Тоже построили больше даже. После войны в сорок шестом году наш дом построен, в котором мы сейчас живем. Тогда он с печкой был, потом печку разобрали, убрали. А батареи там провели сенсальное отопление. У вас отопление, у вас кругом обогреват. У нас батареи вот в каждой комнате по две, по три батареи. Ну, топите сами? Или нет? Нет, ничего не тошим. Нам надо управлять? Да. Нам добавить можно? Добавить. Да, что ли? Кран, кран закрой, если лежат. Вода бежит, всё время там горячее. Закрой кран. Хорошо. Открылся. Вот такой дом, и хорошо. А у нас ведь вот утром топлю там. Четыре комнаты, большие комнаты. Штукатурены. 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 Штукатурены, всё, потолки высокие. Обои? Потолки штукатурены. Да, всё. Обои у нас красивые импортные. Обои наклеены стен. На полах, полах, ковры, ковер, нам подарили. А я что-то ничего не могу, ничего не могу сейчас. Да у тебя ничего здесь хорошо, всё. Покрашу, победу, всё нормально. Не-е-е, на осенью не перила я. Ну, ничего, чистенько, хорошо. А какие-то спонни у тебя интересные. А вот ты, посмотри, что делать там. Посмотри, компьютер и как. А мы где-то фон записывали. Может, вы это что-то? Да, да. Так, надо его поближе, наверное, поставить. Нет, плёнка есть? Почему крутится? Нет, она сейчас-то не крутилась, а вот сейчас я включила это. Сейчас вот сюда поставим. А запиши мне? Да, уже написано. Ну-ка я отодвинусь. Так, сиди, сиди, сиди. 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 Пошли, пошли. И я, значит, ноги потянула. Потом потянула, потянула. И почутить потянула уже. Урубил. Тянет и тянет и тянет. Ну и, значит, скричали нам, что девчонки дают лук. Так мы клали доски в ночь. Чтобы по доскам тогда дойти до их. И вытаскивали их оттуда. Если бы они вытащили, так бы надо быть с головой ушла. покрепче вытащили как это не похоже на людей у нас был тут конный Сидоренко покойный купился пьяный отмыло значит так вот прямо как берег отмыло тут по берегу ходили и потянуло его мужики вытаскивали он не так что с ногами а он руками ногами убежит и вот так вот одна голова торчит ой и руками вручь ага и руки засосало все все и руки и ноги одна голова торчит ага ну хорошо хоть вытащили его вытащили его а это никого вот не было есть потом это Лиду сказали она пришла мыть его берегу отбивала его ой чудил чудил грязь тут грязь то грязь ой многих многих вот тут Карим был татарин работал у нас у меня работал тоже напил себе полотку получились и там на конном собрались купили по бутылке все и значит этот Карим пошел не пошел дорогой а сейчас упоил пошел его и потянуло подсосало а это его жена идет и все Карим Карим мана 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 какой мана 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 вытащили опять его все такое вытаскивали один другого вот так вот кого посочет ну а золота-то хоть много тут добывали ну а не тут много ну и ты вот в его войну Что-то кто-то нашел слиток или банку, или с платины, да? Нашла Таня Драчева. А как она у нас там? Не Таня Драчева. А Таня Драчева жила и работала на Драге. Ну? Ну, видимо там, на школах. Мы видим, помаленьку-помаленьку, в консервную банку с платины. Ага. Что это было? Платины наворовала. Платины, это дороже золотом. Ну, значит, девать-то не стало, куда сдать-то ей нельзя, потому что на Драге работай. Кошка там там, да? Ну, а, блядь, тоже. Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Вот, она аж на дверь наверху лезла. Она на двери всегда. Ну что, она мать-то не нужна? Нет! Бросится домой. Ага. Ну и что дальше? Ты, значит, что? А, жила там, в казарме была плохая квартира, шибко плоха. Ага. Ну, просто садал. Кухонька. Ага. Ну, значит, это Таня, видимо, закопала и забыла где. Платину. А че забыла-то? Забыла в каком месте и все. Я нам видишь тут копала. Черт, это не пьяным, да, земля-звязь. Теперь, значит, и Таня уехала. Да. Тихий не сплати. Я обрала. Как же они были. Тихий не было три лета. Так она по ней не одну банку напрятала. А бог ездила. Просто нашла несколько штук остальных. Не знаю. Одну забыла, наверное. Не знаю, не знаю. Ну, и значит, пришла ко мне просить женщину на квартиру. Я говорю, милая моя, есть квартира, но она плохая. А у нее коза. А, а ты для кого что ли работал? Ну, я же начальником командального работал. Ааа. А у нее коза, да? У нее коза. Я говорю, вот только квартиры, больше никакой квартиры нет. Если хочешь в эту квартиру заходить. Ну, значит. А не хочешь, так больше квартир нет. Стайки нет. Я говорю, я выпишу тёсу, привезем тебе к углу к дому, чтобы сделать стаечку с тёса, чтобы это не выждакривать. Ну, и что, говорили, значит, она согласилась. Я, значит, послала этого века отрифонового наложения выписала тёс. Везли бы этот тёс туда. Ну, она женщина, мужчины не было. Значит, попросила, жила Колганова, и Ванька был парень. Она этого Ванька попросила выкопать ямки и выкопать столбища, чтобы что-то ставить. Ну, тут Ванька копал-копал. Эту банку выкопал. Эту платину. Ну, и куда её? Она что тебе сказала? Она тебе сказала? Она тебе сказала, что ваш банк попал? Нет, она сразу не сказала ничего. Потом они обнаружили, что это платина. Тут, ну чё, банка такая тяжёлая, да, больше килограммовый. Всё, у нас тяжёлая платина. Я заболела. Ты заболела? Я заболела. Значит, меня положили в больницу. А почему? Я был тут. Ну, смотрю, эта, эта самая баба приходит ко мне в больницу. Война на это плате нужна. Мне в школу пять молчили, да там и питаешь, отмечаешь, и масло, ну, на килограмм, хватит, да, сколько всего. И я, и всего-всего. Приходит ко мне и приносит мне в больницу, в гостиницу. Я говорю, ты чё, милая, ты такую платили благодарность, мне тут надо, мне надо, извиняюсь, это передо вам, что она такая. Она такую-то у тебя видела. Нет, спасибо. Большое спасибо. Вот тебе. Как симптом, только заколки. Что в случае, мол, чего, чего. Вот тогда это платину. Значит, и муки. У них баба жила. С этого килограмма. Ну, как ещё бы, столько муки. Вот на всю войну платила. Вот и на килограмм она платила. У нее ни детей не было, да? Тогда были или да? Она, она набрала там и жили, и там давали все за сноплатину. У нас дитями была? Ага. Дети-то были у ней? Нет. Нет? Потом она работала в клубе этой, пропускала. Ну, как-то уже Яша пришёл с войны. Угу. Мы пошли за их круг. Что-то какой-то болотки дал. Да когда же наши билеты не взяла ничего. Да. Так уж надо было два-то, два-то и квартиры. Честно. А биваньки давай этому колгану, который выкатал. Угу. Ну, ведь, с ней хватило до пять лет, сколько она набрала тогда. Угу. На одну банку эту набрала? На одну банку платили. Но всё равно вот, сколько они платили добывали, эту платину можно миллионерам было бы достать, если бы по полной цене то её. Ну, платина, платина ведь, наверное, шла эти государства, пока… Если бы как раз в год эту банку находиться… Если бы как раз в год эту банку находиться… Так ты бы хорошо… Я говорю, где-то на варуидах, а так… Ну, государственная считается, но… Да. Да. И да, вот тут была у нас контора. Угу. Мы эту контору сломали, теперь я и вот… И еще дом, я и вот этот сад, сделали. Ага. Ну и, значит, это… Убрали это подвращение. И вот у нас уже еле бошенький был. Угу. Теперь, значит, дед и Юрий взяли, заставили лошадь, каратайки. И где эта… Казка была. Эта земля подказка-то. Угу. Каратайки наклали, промылись. Такой грамм, наверное, десять, промыли. Угу. Угу. Сейчас один грамм золота стоит сто рублей. Ага. Вот я и говорю, что они… Ага. Ага. Вот я и говорю, что они… Ага. 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 Убрали теперь… Угу. 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 Была такая… Магнитная… Ааа… Как это сразу… Слышишь? Угу. 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 Ух. Угу. Ух. Угу. Угу. Урая здорова, она мывала, вот там вот, туда пошла она ere." Угу. Угу. Ум. Уга. Уже, одна строилась, на этой, наiateчь, в отношении умаwritten. Умм. Угу. 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 Я работал на Драге, я что-то на Драге, но он работал долгое на Драге, а потом ошибки там сплавил, не это я рассказывал. Как? Ну, что-то не рассмотрел, надо было ошибки, там надо было менять, еще ли не рассмотрел, а я работала. Вы же в 29-м познакомились? В 29-м, 30-й. Это вы уже с лесу пошли, с лесу готовились, да? Ну, с 29-м за 30-й год, а 30-м уже сладко было. И перешли потом на Драгу, да? Да, на Драгу, он может отчинять, и он сладко. Там больше турки, да? Да. Там больше зарабатывали? Драге, хорошо. Я взяла у Деда лошадь, возила, отвозила Драге, лед зимой. Ну, отдых. Там зимой-то, наверное, заберзает, и драга-то в Одессе такие обкалывают, и идет водить. Угу. Я водил. Слой высокого, об охране. А это в магазине. Ага. Ну да, потому что, ну, все заработали, и все. Ага. Вот один дядька шел, и драга работает. Он бег в Драгу девятал. Ну, и, значит, ковши ведь идут, кругом. Другом в церковь и привеливается. Он, говорит, пришел сюда за шаравлик и говорит, сколько же в этой Драге ковшей? Считал, считал, да? Считал, считал, да? Считал, и вот конца дождаться и ушел. Хорошо, много драги очень было. Зачем? Это все равно, что спицы у колеса считать, у велосипедного. Считаешь, считаешь, считаешь. Как мы считаем Драгой, да? Драга... Ковши так. Ковши вот тут поддевают землю. И вот так вот кругом, кругом. Потом эти идут под низ. И опять эти черпают, эти кругом. А он думал, что еще новое было. А он думал, что еще конца нет. Все же считал, все же считал, все же считал. Сколько в этой Драге ковшей? Я в свой частный, все, в конце лет. Ха-ха-ха-ха. Как что-то крутится. Ха-ха. Он считает, так что. Да-да. И от сутки, смотри, считай. Так всегда, но теперь считаешь. Ха-ха-ха. Потому что они кругом идут, 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 идут и видят. Ой, да доедая родим этого датка. Спать не даёт ночью, потому что нет. Ну и что за то? За радость остаётся. Ушла, перешла эту дорогу, которая вот сейчас, куда-то дорогу. Тут переезда не было. Ушла, я пошёл в одну войну, в 41-м, в 42-м. Я в 42-м. Перешла на дорогу. Скрипи-то, скрипи-то, скрипи-то день и ночь. Идиотов, шумит. А вот эти чёблоковые были? Пошли, значит, они по камням. Ну, там же камни обдраги. И вот они ходили-ходили по камням и нашли самородку килограммную. Да? Ага. Какой? А что? Самородок, это единственный. Смиток такой. Хорошо. Спать. Самородок. Крусок целый. Кам, камушек. Обычно она как песочек мелкий, крупенький. А тут камушек целый был. И вот они нашли. Валарий. 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 Ага. Валарий. Тут, тут вечера лежала. И вот шли пока у меня. Вот они какой-то ненормальный камень. На лунку. На лунку. Как взяли. Угу, килограмм. Смоленький, небольшой кг. Все, лимонок хочет. Ты его отрежь, допосыпь сахаром. Пускай он поедет. Пусть сам отрежет. Андрея, вот это нельзя лизать. Ты знаешь что? Если не знаешь что можно лизать, то нельзя. Андрея. Отрежь тебе, допосыпь сахаром. Восьми ножек. Восьми ножек. Вот ножик у него лежит. Как он ещё ведь маленький у меня. А сколько он уже? Восемь. Выше? Выше десяти. Десяти нету ещё. Маленький, конечно. По школе приходит, сам уроки учит уже. Правильно, Андрейка. Всегда не надо, чтобы мама с папой заставляли уроки учить сам. Старается. Я ему сказала, что часы куплю. Он старается. Часы куплю и все. Весной? Нет, вот зимой, если кончится, это чаще, чем часы куплю. Ага. Посмотрим, как он заробит. Надо сыпь с сахаром. Потом мы получили. Вкусно будет. Этот сахар не целого. Этот тоже я не знаю. А давно она живёт, этот сахар не целого? Да. Я помню, я маленькая была ещё. Ага. Она ещё и живёт. Садится. 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 Никто не бросает её. Живёт, живёт. Да ещё сто лет. Садится. 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 Теперь он ближе сら. Вот тут они, там где-то тут сигареты были. Где, да? Нет. А, вот где? Значит, еще не прошла драга, на отвале у Фигни-Хироковой. Ну и, значит, это. Они жили как у них, двухэтажный домик был. И тут одна сеточка сумела, значит, сошить кое-что. А Фироков сам куда-то уехал, на работу, видимо, да и гадалик еще работал. В Фирочих одна дома, у них корова была. Ну и теперь, значит, она расшила и залезла на второй этаж, пока Фирочих ходил в эту стайку. А во второй этаж заходили с сенок. Ступеньки делились в нижних и, значит, во второй этаж заходили с сенок. Ну и она говорит, я пришла, говорит, что-то из стайки. Ну, мне воды нужно есть. Ну и что? Зарезла она? Слышала, говорит, что-то на втором этаже с профитокой. Ага. Шовку, что-нибудь, находит. Ага. Это она из стайки услышала? Я туда из стайки пришла, но на нижний этаж. А-а-а. А она там уже залезла успела. А, та покараулила, что-то? Покараулила, что это ушла в стайку. А я знаю, что чили там на одиноких. Ну, отвалик. Ага. Ну и, значит, это. И зашла на второй этаж. Там и дорожная шаль была хорошая, до чё-то. Она, значит, там подобрала кое-чё. Ну и, значит, его и сбросит, и выйдет. Этого слышала ли я топот? Ага. Зашла лампу, а электричества не было в центрах. Зашла лампу и полезла туда на второй этаж, чтобы смотреть, что там топает. А та оттуда ей как шуганула с лампой, и вместе-то оттуда сцепала. И, значит, эта лампа погасла, она разбилась там, наверное. Ну, погасла лампу. А оттуда убежала. Там сбрасывала кое-чё. Шаль, да чё. Так схватила, пока эта широчица тут скопалась. Сковалась под лестницы. Она всё схватила и убежала. Угу. Сковалась ей мало. Хе-хе-хе. А, знаете, в общественном жила старушка одна. Угу. Она думает, дай-ка я к этой старушке зайду. А у неё избушечка небольшая была, у этой старушки. А, непосёный всё время саппорт был. Угу. Теперь, значит, она решила, значит, пришла и думает окошко выставлять, залезать к этой старухе. А старуха, тогда долго думая, значит, взрывает автофор, встала вот так вот на стенку и думает, кто поделит. Топором. Ага. Ну, она, значит, только, значит, окошко выставило, а этот слушает, что окошко выставляется, а старуха стоит топором, вот так вот, ну, взялась. Она, как по пальцам, мы думаем, так пальцы остались на окошке. Ну, и, значит, она убежала, убежала, значит, этой шаги закутала, которая у широчих сошила, и ушла. Три пальца так вот, просто всем отрубили, так остались на окошке, на огне. Так она взялась. Уже по рукам когтепнула и для того три пальца хотела. Ну, и теперь и в больницу не идет, и никому не сказывалось, что пальцы отрублены, а старуха-то, значит, заявила, что вот у меня пальцы. Ха-ха-ха-ха. Ни чьи пальцы не знают. Ну, и теперь, значит, она уже ходила-ходила, завязанной рукой, посмотришь, что такое, соседи там, она тут же жила, она в честью была. Угу. Еще был такой, у нее рукавчик отвязан. Угу. Смотри, потом распыслили, что пальцы отрели. Ага. Ее врачи приехали, посмотрели пальцем, это пальцы у старухи. Ха-ха-ха. Твои пальцы, да? Да, твои были пальцы. Ха-ха-ха. Вот. Вот старуха так и сделала их. А-а-а. А у меня тоже топором. Да. Ха-ха-ха. Так полезут, так я раз. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Хоть по голове, хоть по голове. Хоть по пальцам. Хоть по пальцам. Хоть по ногам. А эти свои приедут? Так свои-то свои скажутся. А свои через дверцы? Я спрашиваю, кто свои-то. Ха-ха-ха. Да они в окошко не лезут. В окошко не лезут. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот. А это, а это, думала, мало ее, то есть, чтоб широчек ее взяла. Ха-ха-ха. И вот, вот, отобрали у нее эту шаль. Шаль все в крови. Сюда, как руку замерзывала, так это ей пальцы эти крохли, да. Она этой шалью закутала. Ой. Вот. И так и не сказывала. Месяц исходила. Не знали, что она без пальцев. И старуха все заявила, что пальцы вот у меня шли. Ха-ха-ха. Так она же знала, что она пальцы сама от нее била. Почему она? Она ведь не видела у кого-то. Она не знала у кого-то. Она руку, как увидела, что рука уже лежит через окно. Рукой она только взяла за подоконник. Она сразу из-за стенки, как рубанула, так и пальцы сносили. Вот так ладить. Вот так. Ну, было-то там уже чуть-чуть, да. А мы тоже с Владиком говорим, надо топор дома хранить. Как-то поезд мы дома все равно похожи. Дети тут бегают. Да какой-то парни поможли. Ну, в нашем доме соседей к ним полезли. Какой-то солдат утром взял ломик и у них дверь взломал в сене-то. А этот сосед-то парень-то сам, хозяин. В свой дом? Ну, вот в нашем доме живут, только другой страны, другая квартира. Ну, и все, все. Вот, так ладно, это самое. Взял топор, у них дома топор лежал. Вот как вышел с топором, и солдатик ломик бросил, и через двухметровый забор перепрыгнул, говорит, и только его видели. Вот так вот и. Так бы дома-то пора не было, и солдатик бы ломиком бы еще не побошли и тёкнул. Да. Да. Да, да. Вон у меня тут. Смотрите, это роза-то, видите? Мога, покажи себе голову. А ты с победом тоже? А, вон у тебя. О-о-о, какой какой-то пор. Да. Хехехехехех. Ну, воры не довезут тебе. Я ненавижу. Ну, вот палка какая-то там. И ее салитик, если. Как кто-то ледит, я салитичком. На ползу, на ползьбу. И сразу целябун, сразу по голове, чтоб по полам головы уже селось. Потом заявлю, что у меня башка лежит. Потом заявлю, что чей-то голова на окошке. Присучили лодки на окошке. А в другой стороны, по-моему, как с рами. А я помню, ты говорила, что у кого-то голову оторвало. Твоя голову мыла. Это Плушанина племянница. Она сродняя сестра мне, моей матери. Ее мать была из-за секреты. Моя мать как сестры родные. Ну, из-за секреты. Плушанина она. Не знаю, что я жил уже здесь, в войну. И этот парнишка, ему 17 лет было и раньше. В войну-то брали, все на работу. И вот и уезжали за драгу работать. Ну, и он, Пасик, это. Внесел под какой-то ремень. Подсадил ему руку. И раздел вот черновую руку. И голова вот так вот. Это главный ремень. Спросим, как кровно-топорол оттуда не надо было? Ну, и что, привезли его сюда в Киробайскую больницу. В больницу ловить было. Что, без головы? А зачем без головы человеку в больницу ловить? Там все равно же было. Ну, как? Все равно. Привезли в больницу. Тут в плече не было. Ну, сообщили, что насторожили матери. Сына, мол, не сказали, что голову оторвало. И ударило на эту Киробайскую больницу. Ну, значит, я услыхала, пошла туда. Привязь. Привязь. Ну, значит. Приехали уже с дробом. Правы, драга, дрог, и все, и все, и все, и все. И, в общем, дали. И вот. Мыть там его, как этот глазухи, такое белое лицо, чистое, красивое, прямо такая. Кровь вышла, а это лицо не повредило лицо, так. У голова как отреблены. Важно. Ну, и никто не берется быть. У нянечки не чувствую, не никто. Боятся все. Так я что-то сидела. Что-то голова оживает. Сидела я, сидела. Говорю, давайте мне было для сотку. Я говорю, пойду лучше. Вот дали мне эту голову. Ой. Сулово отдельно, его уже положили в гроб. Ага. Сулово отдельно. В отдельный гроб что-нибудь? Сулово. Короче, ее одели, потом голова и голову сюда вымыли. Сулово, значит, желаешь омыть. Леночка мила, понимаешь? Не омыла бы, я не помнила, как омыла. Сулово вымолан. Их вот и прошеркало лицо. Все, вымоло, всю мазуту вымоло. Все. Пополоскали. Значит, обтерли ее эту голову. Мы положили, его положили в гроб. Почему оденем у него? А мать-то не знала, что голова тормит. Сказали, что умер. И потом, когда его сложили уже, пустили мать. Вот, вот, смотри, вот, сын. Она раз на голову взяла. Вот. А что, не пришили-то там хоть бы? Кого пришивать там? Там пришивать-то как? Не пришли. Как там пришивать? Еще не пришили, так приложили. Сделали рубашку. Вот тут как положили, значит, тут воротни же стягули. Все, как следует, пришли. Ну, и что она взяла? И что? Ну, и я подерживала. Видимо, доставили или повезли. Вот, я до станции прошла. Вот, меня я даваю зуб. Бей, теперь. Чем-то как-то вот шилом. Вот, давай. Вот, давай. Не то ли что, света не вижу. Вот, пиро видимо. Вот, я до ИСа ехала, ведь я не помнила, как вот зуб у меня так вот. В больницу сбежала. Она говорит, ой, зуб, зуб, зуб у меня вот, который. Я говорю, все! Нет! Ага. Они мне это, как за это задели, который там дебилошек. Я как толкнул участку. И что? Я... Я... Ну, потом где-то, где-то мне эту субку держали. Это невозможно было. Эта деревья у меня как раз, и я... А почему у него? Ты думаешь, что ты голова? А, потому что я голова угла. А что такого? А, что такое? Это деревья голову угла, человеческая. Рыбе голову, то есть, да, хуиную голову отрезать, что боишься. Да, вот человеческая голову, да, отдельно от человека. Ну, я вообще не представляю. А вот, ты представляешь? Я сидела, сидела, вот, давай я тебя и выбылю. И вот вставку ложила, как его от капусты. Ой. Красно. Сейчас подумаю. Вот сейчас помню, сейчас помню даже. Ой, как страшно выбыла. А выбыла. А выбыла. И сделала чистая лица. Белая, белая, белая кровь вышла. Как будто живой. Как... 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 Слышно забыла. Зовелела. И... Немного белого. Отошла. Ой. С ними тоже было плохо. Что? Матери надо было бы с плохого. Такое штуки. А он тут у меня один был? У меня 17 лет был у парня. А на какой он имеется? Какой он имеется? Ну, на драге там. Какой ребён. Там на драге, да? Там, нас только на драге. Ты не была на драге? Ой, какие-то агрегаты. Я рубил один раз, чуть не упал оттуда, сверху. По лестнице пошла, пошла, да, есть бы. Вот, как ноги меня подкатили, слабо-то. Перелом, я знал, как перелом. Видишь, что? Ну, такого был главный, да, машинка. Да. Вышота вон какая? Да. Мне просто надо пятнадцать, не больше. Да. Что-то мне жарко, потому что холодно часто ждать встало, потому что сейчас надо видеть. Один. Надо заплять можно. Еще рано просто заплять. Еще три часа только двадцать минут четвертого. Так что говорит микрофон. Так это, слушай, это. Последнее, значит, это записывается. Нет, еще вам пленка есть. Нет, нет, я говорю, последнее сначала говорит, а потом уже дальше и дальше и дальше. Это все вот расскажет, которое мы говорили там про эту старуху. Ну, конечно, все расскажем. Как пальцы отрубили. Как пальцы отрубили. Ну. Вы даже не знаете, потому что это до выгода петров, таких не было магнитофонов. Магнитофонов. Еще записывал. Еще записывал. Давай рассказывай еще что-нибудь. Читай сюда. Вот только сюда вот смотри, чтобы погромче было, что-то она не очень громко записывает. Ладно. Вот ближе. Я Ольгу когда записываю или Андрюшку, вот Ольга стишок какой-то прочитает, там песенку споет. Я ее ставлю возле мотофона, говорю, давай стишок рассказывай. Вот она рассказывает, стишок старается. У нас еще кинокамера есть, мы купили кинокамеру. Вот я снимаю на кинокамеру, все, а потом кино показываю ими, как наснимала, вот они вот радуются. Ну давайте, и что еще? И что еще? Ты где-то так и работал на Драде? А? Где-то до скольки лет на Драде работал? Да он работал года три на Драде. А потом его когда подшипник он расплавил, его сняли и он работал уже в таких работах. Пинишнем работал на заводе, потом на Конном работал. А потом, после войны уже на Гердавлике, а я как устроилась работать на этот, на Конный двор. Так и работал, и работал, и работал. Потом у меня начальники перевели, коммунальные. Угу. Все время. Тут работал я в войны и в дотельщине. Сейчас на одном месте. Тебя, я помню в детстве, тебя все депутатом выдвигали, да? Двадцать. Угу. Я помню. Я корочки есть. Да? Да. Два раза. У меня депутат я. Так сиди, ну сиди ты. Так очень громко. Ну-ка держи. Угу. Там не знаю где. Это грамма. Это грамма. Это грамма. Это грамма. Бородейка Мария Григорьевна за активную работу по выполнению продовольственной программы, утвержденной майским 78-92 года пленомом СК КСС. Это за то, что ты молоко, что ли, клефт не давал? Зачем? А за что? За всю работу. А, это за все предыдущее, да? Да. Так, а здесь, Бородей, так, награждается семья Бородейка Яков Артемьевич и Мария Григорьевна за активную деятельность в работе совета в честь вашего юбилея. По ком-совета. А когда? Что это вы написали? Когда? За лутая свадьба была. А, это лутая свадьба, это в каком году это было? Так. Так. Пятьдесят. То есть, пятьдесят, четыре. А, вот дедушка. А, это за этот. Увеленной сединой в свой день свадьбы золотой деда Яша с бабой Машей собрали народ чесной. Все спешат поздравить их юбиляров золотых. Пожелание примите от гостей и от родных. Вам желают из души, будьте вечно хороши. Вот подальше. Так, это удостоверение об избирании депутатом на основании протокола голосования окружной избирательной комиссии Бородейка Марии Григорьевны 3 марта 1963 года. Депутатом Кисовского поселкового совета депутатов трудящихся Нижне-Туринского района Тверловской области. Кисовской. А почему не Ильбуром? Дважды. Кисовской. А это в каком году? В 65-м. На два года избирали, да? На два года. Четыре года он был депутатом. Это медальюблей. Удостоверение юбилейной медали 40 лет победы за Великой Отечественной войны. Моя? Нет. Так, сейчас посмотрим. Бородейка Мария Григорьевна. Да. Так, а это удостоверение за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Удостоверение. Так. Мы дожидаются медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне. А как и не привидим, законно Совет СССР. Ого. В 1948м году медаль отречена. Ого. В 1948, а это? А это почти. А где? А где в 85-м? Нет. Так, а здесь что? Это что? А это Северенко. Это маленький адрес. льготы сейчас почитаем отделку садного обеспечения дана бородейка марии григорьевне том что она является женой умершего инвалида отечественной войны бородейка якова артемьевича настоящая справка удостоверяет право на получение льгот по оплате жилой площади коммунальных услуг а разве ты платишь за свет половину а за свет половину а сколько у вас 4 копейки киловатт значит 2 копейки платишь предусмотрено постановлением цккпсс и совета министра ссср 26 июля 84 года о мерах по дальнейшему улучшению материально-бытовых условий участников великой отечественной войны и семей погибших военнослужащих а это а это я больше это тоже что чем я является льготами используют себя и вот ты Я писал где-то, или телевизор, или стиральную машину, а это. Выписывал я мягкую мебель, не знаю кому отдавать. Ну дай кто кого нету, листья отдай. У кого? У листья есть, да листья? Да, я просила. Да, я просила. Ну, давай. Кушай на тебе мясо-то подкинь. Ну, что я не знаю. Куда мне сейчас. Вот когда уже выпишут, что писала я, что писали мне на мягкую мебель. Да, на мягкую мебель. Ой, да бабушка, все опять не тебе. Вот льготы льготные, а все ведь не тебе. А не мне, а это. Где-то у меня все это все. Страховое свидетельство. Страх, страх. Коза Зорька. 5 лет. Это за 4 рубля, что ли, платишь? Нет, страховым платёшь 2,40. Это в год, да? Ага. Это ты козу же страховала, если она... Да, я ей уже лет. А, это так, а значит, старая. Такого, что я этого... Молоко. 1250 литров. Цена 34 копейки. А, это, наверное, все. Это садик. Это еще сдавало в садик. Вот видишь, ну все опять для себя, все для людей делали, а вам ничего не остается. Мягкое, мягкое, мягкое. Ну, для людей нужно, но для себя тоже нужно. А мне на что? Лена милая, мне уже ничего не надо. Ну, бабушка, а для чего люди-то живут? Для того, чтобы счастье было какое-то, радость? А что? Если всю жизнь проработала и ничего не имеешь? Даже радио не говорит тебя. Ну что это? Так его у всех не говорит. Ну что это за жизнь-то? Ой. А где-то у меня завещание есть, я не знаю. Есть, и найдешь, нет. Где завещание-то у меня? Я их завещал в дом. Вот, из всех медалей одна осталась. Я помню, что что-то из медалей ребята таскали. Да. Все, все потеряли. Где-то скоро много было. Ну правда, когда он это, вичка забрал, медали все. А зачем они медали забираются? Вот. У меня четыре было медали. Две было материнство. Две, две этих. Подоблестный трус. Вот платишь ведь за радио и ничего не имеется. За радио платил, за полгода платил, за полгода нет. Ну, только почему ничего нет? Аня говорит, так что платит. А, вот какая-то, какая-то, где-то поправлена на следство, по закону, и сплатили. Ну-ка. Из завещания? Не знаю. А, это реальная контура. Я хочу вам подпишись. Влезетство о том, о правенном следствии по закону, и копию, вичу у каждого. А, это, это сейчас на меня дом перебисали. А. Доктор, а мне? Баба Маруся умерла буквально через три недели после нашего визита. Я очень рада, что я смогла записать ее голос, ее рассказы. Умерла она, скорее всего, от того, что угорела. Печка у нее плохо уже функционировала. Видимо, угарный газ натопился. А, может быть, сердцем стало плохо. Сердце у нее в последнее время сильно болело. На похороны ее приехали все ее шестеро детей и тринадцать внуков. Да, когда дед вернулся с войны, они родили еще двух сыновей. Вот ее дети, тетя Оля со своим мужем, моя мама Валентина, дядя Юра, Раиса, Гена, послевоенный уже ребенок, и Саша. И вот они все шестеро стоят вместе с бабой Марусей на похоронах деда Яши. Мы с Андреем тогда уехали на следующее утро, потому что за ночь угорели. У нас у обоих сильно болела голова, и бабушка сказала, езжайте уже домой, или сначала в Качканар, а потом домой, потому что здесь много угарного газа, вы еще угорите тут. У бабы Маруси сильно болели ноги, практически она не могла уже ходить на них. И передвигалась по своему дому она с помощью табуретки. А еще ведь у ней до последнего дня была коза, которую надо было тоже каждый день выходить в сарай, доить эту козу, кормить ее. Надо было каждый день принести из поленницы дров, чтобы два раза в день затопить печку. А у бабушки даже не было теплой обуви. Она надевала калоши резиновые на носки шерстяные. И выходила вот козу доить, например, в стайку. Я ей говорила, бабушка, ну холодно же ногам, как же ты в калошах в этих? Она говорит, ну не пойду же я в стайку в валенках, потому что там же грязно и сыро. Еще она жаловалась на то, что она не может надевать и снимать платье. Ей тетя Шура подарила платье, которое застегивалось сзади. А так как она себе сломала ключицу в 70 лет, когда упала с воза, и с этой сломанной ключицы она потом 10 лет мучилась, не могла ни поднять руку, ни опустить. Все время у нее болело плечо. И она жаловалась, что это платье, которое сзади застегивается, невозможно снять. Она так в нем и ходила. Вот здесь вот на фотографии она в халате летом, а зимой она ходила в платье. Которая не могла даже расстегнуть. Я тогда привезла ей теплый халат, который сама сшила из вельвета. Но оказалось, что он слишком длинный. Баба Маруся сказала, я не смогу его носить, мне же надо будет в стайку ходить, козу доить. И я сказала, ладно, завтра утром я подошью тебе этот халат. Но утром пришлось уехать, и ничего я не успела для бабушки сделать. Я ей, правда, пообещала, что на следующую зиму заберу ее к себе в Екатеринбург. Мы приедем осенью на машине за ней. И посадим ее в машину и отвезем к себе в наш дом. Но вот, как видите, бабушка до осени, до следующей не дожила. Все ее дети жили в благоустроенных квартирах с отоплением, с горячей водой, в теплых. Но никто не взял бабу Марушу домой к себе жить, хотя бы на зиму. Ей приходилось мерзнуть и дышать угарным газом в своей избе. Насколько я себя помню, с самого детства, сыновья ее приезжали сюда на журавлик только попьянствовать. Причем, в основном, на бабушкины деньги. А себе она вообще никогда ничего не покупала. Ходила в чужих обносках. Она держала корову до 70 лет. Но потом они везли с Сашей воз с сеном из леса зимой. И телега с Аней наклонились, и она упала. С воза сломала себе ключицу и уже не смогла корову держать. Но мы ее все уговаривали. Говорили, бабушка, перестань, продай корову, не надо тебе. Ведь это такое ужасно. Накосить на корову – это столько труда. Невероятно покосы находились очень далеко. Там пока до покоса доберешься, уже никаких сил нет. Выделяли очень далеко покосы. И потом накосишь. Потом надо это сено собрать. Надо его высушить, собрать. Потом привезти надо домой. Это столько труда. Невероятное количество труда. И я бабушке все время говорила, да мы все говорили, бабушка, продавай корову. Это очень большой труд. Но она говорила, ну как я продам корову? Если у меня не будет молока, то ко мне никто не будет ездить. Я, говорит, костьми лягу, но буду держать корову. И все деньги, она продавала поросят, допустим, все деньги отдавала Саше, допустим, на машину. Продаст картошку сколько-то, тоже деньги все Саше на машину. Но Саша ей больше всех и помогал, конечно, самый младший ее сын. А вообще бабушка все по дому делала в основном сама, потому что дед пришел с войны раненый. У него была грыжа, он не мог делать тяжелую работу. И все делала бабушка. Она, когда они ехали на покос летом, если ее сыновья приезжали помогать, то бабушка шла первая косила, задавала темп, а за ней уже шли ее сыновья. И баба Маруся косит, косит, не останавливаясь, все уже упадут без сил. А она все идет, как машина, как трактор, косит, косит. Мы с Витькой все время спрашивали. Баба Маруся, покажи нам свои мускулы. И она показывала мускулы, как будто специально качала на специальных спортивных сооружениях. Сама худая-прихудая, а мускулы железные, большущие. Такая сильная была у нас бабушка. Дом она, как и говорила, завещала своему младшему сыну Саше. И я очень благодарна Саше с Галей за то, что они этот дом поддерживали. Я много раз приезжала. Не знаю, удастся ли еще туда съездить. Я очень люблю этот дом, его запах. Я очень люблю лес, который рядом с журавликом находится. Я знаю там каждый муравейник, каждую тропинку с детства. И для меня это самое большое счастье – приехать на журавлик и пожить там пару недель. Баба Маруся была очень добрым человеком. И она никогда не ругала нас, своих внуков, если мы что-нибудь набезобразничаем. Я помню, один раз повесила в дождь. Дождь начинался. И я взяла из дома, вытащила несколько половиков. И повесила на забор. Я подумала, ну, почему бы не повесить, не помыть эти половики. Вот они лежат уже как бы грязноватые, затоптанные. Хотя на самом деле они очень чистые были. И я подумала, сейчас повешу их, дождь пройдет, и они будут чистенькие, как новенькие. Ну, вытащила половики. И мне еще соседка говорит, Лена, ты что, сейчас грязью все замызгается. Я говорю, да какой грязью, дождью чистой пойдет. Но случилось именно так, как соседка сказала, говорит. Да, дождь сильнейший пошел, от земли отлетала грязь, и половики все замызгались. И потом бабушка, она мне ни слова не сказала в упрек. Она утром пораньше встала, взяла эти половики, мыла, мыла, мыла их в корыте. Потом повезла на речку полоскать. В общем, большой труд проделала, но ни слова упрека мне не сказала. И вот мы, внуки бабы Маруси. Это я, это Юлечка. Жанна, все красивые, все здоровые. Дима, все счастливые. Витя со своей женой, дочкой. Надя. Таня с Мариной, их мамой, тетей Олей, Миша. И Оксана со своим первым мужем. Красавица. Марина. Артем. Вот Ксюшке у меня фотографии не нашлось. Вот, в общем, я очень рада, что можно сейчас приезжать на журавлик, жить у бабушки в доме. Саши уже нет. Но Галя всегда ждет меня. И я, наверное, все-таки поеду скоро туда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова �. Продолжение следует...